Итак, я приветствую наших зрителей на нашем с Полиной очередном заседании из цикла «Условное голодание на эфирных маслах». И к моей большой радости я хочу сказать, что наша первая с тобой встреча, встреча знакомства, встреча, презентация нашего проекта прошла довольно успешно, потому что я вижу, что растёт количество просмотров на этом видео. Есть комментарии, есть обращение в личное сообщение, есть заинтересованность людей в этом проекте, хотя, конечно, для многих это пока нечто новое, что-то такое. Они слышали про «Условное голодание», они слышали про огонян, про очищение организма, про то, что это является целебным методом, методом исцеления, но они не понимают, как сюда можно увязать эфирные масла. И тем не менее интерес есть, и это меня радует. И я услышала в комментариях, прочитала, что люди просят продолжения. Это самое главное. Это то, что я и хотела, собственно, услышать и увидеть, что люди хотят продолжения. Итак, мы сегодня продолжаем. И сегодня одна из наибольнейших тем, если можно так сказать. Это самая больная тема, которая больная в самом прямом смысле. То есть я не знаю, вот по моему опыту, теперь уже получается семь лет, да, семь лет опыта, потому что мы перешагнули в Новый год, и время идёт. Это уже семилетний опыт и мой личный, и моих подопечных. Я не знаю более болезненной, тяжёлой и сложной проблемы, чем проблема интоксикации. Ну, потому что, во-первых, я и сама перенесла пару раз это состояние в критической форме, просто в ужасной. В такой форме, когда ты просто не хочешь жить. Думаешь, зачем тебя мама родила? Да, лучше бы этого не было. Я до сих пор помню вот это своё распластанное состояние между небом и землёй, с тазиком возле дивана, когда меня просто наизнанку выворачивало. Это был, по-моему, второй или третий курс. То есть это было прям ещё давным-давно, 17-й год. И мы тогда как раз переехали к моим родителям, и со мной вот это случилось. И мои бедные родители были свидетелем этой ужасной интоксикации. Мама бегала по квартире, схватившись за волосы и причитала. Она не знала вообще, что делать, кричала, «Давайте вызовем скорую». Я слабым голосом говорила, «Не надо скорой, я справлюсь». Хотя у меня уже не было никакой уверенности, что я действительно справлюсь. И я помню моего бедного папу, который тоже ходил из угла в угол и твердил одну и ту же фразу. «Зачем она это делает?» «Зачем она это делает?» «Зачем она это делает?» Вот сейчас я уже, конечно, смеюсь над этим прошлым, но тогда не было смешно вообще никому. И это было самоотравление, и сегодня мы будем с тобой разбирать причины этого самоотравления. И к большому моему сожалению и сочувствию, вот потом, в дальнейшем, из года в год, из года в год, я продолжаю собирать и получать сообщения, вот такие сообщения СОС от людей, которые переживают аналогичное состояние. И, как правило, вот эти страшные, такие тяжёлые отравления, интоксикации наступают у людей, которые входят как бы случайно, как бы там со стороны, как бы плохо подготовившись. И вот это чаще всего происходит. Поэтому начнём, наверное, наш рассказ, Полина, с твоего опыта. О своём я уже рассказала. Я хочу, чтобы ты тоже поведала сейчас миру, есть ли у тебя опыт интоксикации. Ну, я хочу сказать, что таким немецким словом «яйн», да, это такой гибрид «я» и «найн», то есть «и да» и «нет». Вот, то есть я бы даже разделила, что есть такие запланированные были у людей и незапланированные. Вот, и когда я, конечно, запланировала, я, как, ну, бывший юрист, да, я сначала, у меня такая привычка, просканировать все риски. То есть что меня ожидает, прежде чем я куда-то вступаю? Вот, и поэтому, конечно, я, ну, вообще всё началось с того, что я, прежде чем заниматься условным голоданием, я начала бояться. Да, и это сподвигло меня к тому, чтобы я нашла книжку «Огонян», прочитала её от корки до корки, полезла в интернет и там нашла вот твои видео, где ты уже вот твой этот опыт, я его, да-да, вот я тут же, кстати, у меня тоже есть эта книжечка, я читаю. У нас с тобой настольные книги. Я считаю, что это, можно сказать, Библия такая по условному голоданию, и я считаю, что у каждого в доме должна эта книжка быть, потому что там Марва Агонян описала просто с научной точки зрения все вот эти вот, как скажем, оборотную сторону медали, да, что за этим стоит, что в нашем организме происходит. Очень хорошо она описала, и когда я это всё прочитала, вот, и потом, я говорю, я полезла в интернет и услышала такое странное слово «ацидоз», да, и искать начала, что это такое, потом вот посмотрела твои видео, где ты об этом писала, про интоксикацию, что с людьми происходит. Я, конечно, очень сильно испугалась, и когда мы с тобой уже обсуждали, да, естественно, я подготовилась, вот, ну, я думаю, что мы позже там поговорим, какой же выход из этого, да, то есть что же мы там в этой книжке нашли, вот, но это касательно подготовки, да, то есть когда я подготовленный человек, то есть со мной на запланированной клубе ничего не было, ну, вернее, там, конечно, я чувствовала, например, у меня такой ритуал, что там два раза в день в туалет, утром, вечером, да, я, например, вечером, то есть утром, понятно, эти запланированные клизмы, вот, а вечером, соответственно, ничего, вот, и, соответственно, уже организм просил что-то, давай, делай, вот, и тогда, вот, соответственно, я уже начинала делать то, что Аганян советовал, и то, что ты говорил, и то, что мы его позже поговорим. Вот когда уже были незапланированные УГЭ, то есть тоже Аганян говорит, у него панацея, да, что если у тебя какое-то недомогание, всё, делай голод, то есть если ты почувствовал, что ты заболел, уходи на голод, и, соответственно, я тоже стала это практиковать, но, естественно, в первую очередь сначала пошла интоксикация, то есть сначала организм проявлял признаки, что произошло, да, и вот, ну, яркий случай у меня вот был в 21 году, когда у меня корона возникла, то есть все признаки интоксикации, отравления организма были налицо, то есть была жуткая головная боль, но такое ощущение было, что шлем меня одели такой и давили вот так просто со всех сторон, потом у меня была температура, понятно, потом у меня было вообще вот весь этот период ощущение, что меня отравили вот просто, просто вот это подташнивание, это было что-то жуткое, ну и, конечно, вот такое ощущение, что забитый череп был, вот потом гнойные эти выделения были, я потом уже, когда, даже вот сейчас я вспоминаю, я сказала, что вроде не было, да, у меня особо на запланированных, где-то с 14 дня, вот прям как вот по книжке, да, как Аганян говорит, что с 14 дня нужно там прочищать нос, соответственно, у меня вот уже, вот все забито было, вот, ну, это вкратце. Вот, и раз уж мы начали тему интоксикации, и поскольку люди будут смотреть это видео, самые разные люди, то есть кто-то уже знает, что такое интоксикация на своем опыте, кто-то что-то слышал, но пока еще не представляет, а кто-то вообще может впервые слышать это слово, поэтому нужно назвать вещи своими именами, и объяснить людям, что такое интоксикация. Интоксикация – это однокоренное слово со словом токсины, то есть яды, им – это значит внутри, яды внутри, то есть это отравление своими собственными ядами. И вот здесь нужно вспомнить не только Марву Аганян, но еще и Арнольда Эрета, потому что это имя мы вообще соотносим как с первоисточником. Есть его знаменитая книга «Целебная система бесслизистой диеты». И это есть ключевое понятие того, что яды, токсины и шлаки – это единая целая составляющая, загрязняющая организм человека, и именно оно и является причиной интоксикации. Так вот, суть теории Арнольда Эрета, который жил еще больше ста лет назад, она и заключается в том, что все люди являются носителями токсичной слизи, и когда эта слизь начинает элиминировать, этот термин тоже нужно людям запомнить, то есть элиминация – это выход токсичной слизи из организма. Когда эта токсичная слизь начинает элиминировать, то есть выходить, она как просто токсичная ядовитая туча начинает накрывать своей пеленой все клетки организма, и организм просто не выдерживает такого натиска бурного, потому что этой слизи очень много, потому что она очень токсична в результате нашего токсичного питания в течение десятилетий, и организм просто не выдерживает вот этого натиска, он не может это вовремя вывести через свои выделительные системы, и происходит обратное всасывание токсинов, ядов в кровь. Происходит самоотравление, интоксикация. И почему именно интоксикация связана с условным голоданием? Потому что вот эта массированная элиминация, она как раз и происходит в отсутствии твердой пищи. Когда мы питаемся, наш организм занят очень активным пищеварением, у нас включена вся пищеварительная система в работу, и организму некогда заниматься очищением, и это происходит как-то там на задворках, где-то там ночью, где-то там немножко, чего успел, то и вывел. Но когда мы убираем твердую пищу из своей жизни, и переходим на жидкое питание по огоням, мы как раз и включаем вот ту самую заветную кнопку, нажимаем очищение, и всё, и начинается элиминация. Таким образом, когда вот этот человек всё понимает и осознаёт, почему же всё-таки происходит интоксикация, мы получаем ясный вывод, логический вывод о том, что чем меньше у тебя токсинов и слизи внутри, то есть тем легче ты переносишь условное голодание. И вот здесь я хочу вспомнить твою Грецию. Помнишь, в прошлом видео ты говорила, что ты как дурочка питалась одними огурцами с помидорами, в то время как все там на отдыхе позволяли себе. Но на самом деле, вот это твоё воздержание тогдашнее на помидорах и огурцах, хотя и тебе было некомфортно, но именно оно повлияло очень классным образом на то, что всё-таки ты тогда на периоде подготовки не очень сильно загрязняла свой организм, твоё питание было по большей части очищающим. Именно поэтому тебе удалось избежать массированного отравления во время условного голодания. Я думаю, что... Мы попозже поговорим про то, как мы будем справляться. Я думаю, что больше в той степени, что я делала, то, что Марва Ганян советовала, то и помогло на самом деле. Может быть, конечно, ты права, что там подготовка была, хотя у меня были... Ты же помнишь, по-моему, даже на первых голоданиях у меня было много проблем с желудочно-кишечным трактом, то есть те вот эти старые болячки, они начали как раз обостряться, вот, и органы были не совсем-таки подготовлены, то есть были проблемы. То есть они, может быть, уже не с интоксикацией связаны, да, хотя я думаю, всё-таки да, но всё равно было всё не так просто. Я об этом... Ну, да, но дело в том, что ты как юристика и как педант, человек педантичный, ты всё-таки тогда, в девятнадцатом году исполняла очень чёткая программу подготовки, которую я тебе тогда и порекомендовала, да, то есть мы сейчас подошли к ключевому моменту, каким образом можно избежать интоксикации или хотя бы сминимизировать риск её появления и сделать её, может быть, даже если она и придёт, может быть, она будет не столь жестока, да, к человеку. Каким образом? Именно с помощью подготовки. И расскажи, пожалуйста, вот сейчас, когда за твоими плечами уже девять условных голоданий, расскажи, пожалуйста, твоя подготовка вот из курса в курс, именно с целью профилактики интоксикации, она как-то отличается из курса в курс? Это разная подготовка или она всегда одна и та же? Один и тот же период подготовки, один и тот же рацион подготовки? Вот как у тебя это происходит? Ну, я поняла такой вопрос. Да, действительно, если я так вот назад прокручу, опять же, да, то сначала было всё очень сложно, так скажем, потому что мы экспериментировали, у меня был целый букет проблем, которые нерешённые, вот, и поэтому, конечно, период, когда я на первые там углы готовилась, да, они были длиннее. Я даже помню, сколько-то месяцев, да, вот мы вот всё, я никак не могла зайти, у меня то одно мешало, то другое мешало, вот, и потом вот со временем, действительно, с опытом, да, то есть оно уменьшалось, уменьшалось, вот в настоящий момент, вот последнее моё УГЭ было в ноябре, это было, ну, буквально там 2-3 дня, я вот, ну, как-то совсем исключила, например, мясо, там всё, вот это животные жиры, оставила себе даже, там, какие-то, не жиры, я имею в виду, животные белки, да, вот, оставила эти растительные, вот, и потом вообще осталось только на, исключительно, вот, последний день, я только там салатик съела, или какой-то там фрукты я ела по утрам, вот, что-то пила, и потом очень браво так вот в пятницу, я обычно заходы делаю, я сделала выкодавительные процедуры, и, значит, всё зашло. Но ещё я хотела сказать, что вот в последний раз, в девятый раз, да, я ещё даже транслировала у себя там всё это на Инстаграме, на моём канале, я всё это записывала, и я использовала в последний раз вот эффектные масла, то есть это был мой такой эксперимент, вот, и поэтому я уже готова, ну, я уже давно, как бы у меня там в каждом, в каждой комнате вообще вся квартира уставлена бутылочками, баночками от датыра, пузырьками, вот, и на кухне у меня стоит обязательно свинсесси, лимон, грейпфрут, цитрусовые масла основные, и лимон, он, конечно, там каждый день, то есть у меня даже вот сейчас вот стоит вот кружечка, то есть я, вот, увидишь, да, то есть у меня настоящий лимон туда добавлен, и обязательно масло лимона, потому что у них разные свойства, то есть одно дело сок, а другое дело масло, они оба помогают интоксикации, наоборот, детоксикации, да, то есть выводу токсинов, и подготавливают тоже организм, то есть лимон делает такой детокс, лёгкий такой детокс. Вот это у меня... Я сейчас немножечко хочу перебить, потому что мы перескочили на другую тему, но я ещё не срезумировала вот этот вопрос, который я задала тебе по подготовке, я его не просто так задала, я хочу сейчас сакцентировать внимание наших слушателей на том, что вот как это было у Полины, да, то есть её первые курсы шли с длительной подготовкой, и каждый последующий не требовал уже столь длительной подготовки, она минимизировалась. Почему? За счёт чего? За счёт того, что питание между курсами очищения у Полины становилось всё более и более оточенным, всё более и более очищающим. Вот что значит такая качественная, полноценная подготовка, которой мы и занимаемся на марафоне. Я вот к чему подводила людей, что находясь в свободном творчестве, да, подготовке, они не отдают себе отчёты, насколько этот период важен в целях профилактики интоксикации и в целях комфортного прохождения условного голодания. Но человек, который прошёл уже в течение скольких, трёх, да? 2019 года. Да, трёх, получается, даже более лет, столько курсов, и уже умеет оттачивать своё питание, умеет готовиться. Конечно, Полина, как эксперт, уже может многому научить своих подопечных, то, чем мы и будем заниматься на марафоне, именно в плане подготовки с точки зрения питания. А теперь ещё и с точки зрения эфирных масел. Давай ещё раз перечислим список эфирных масел, которые мы употребляем на подготовке именно в целях предварительного детокса. Значит, ещё раз, пожалуйста, перечисли эти масла, чтобы они отложились, да? Я назову, которые вот я использовала, да? Ты можешь дополнить, может быть, я ещё у тебя получу, что я не так... Да, ты назови твои масла, лично твои масла. Мои вот любимые, можно сказать, даже, ну, сейчас я назову их сначала, да? Пять масел, можно сказать. То есть это был у меня обязательно лимон, это каждое утро. Я его заменяла иногда грейпфрутом. Эфирное масло лимона, эфирное масло. Да, всё речь идёт о эфирных маслах, конечно. Вот, то есть эфирное масло лимона, грейпфрута, потом смесь с лим-сессией я тоже, чтобы как бы снизить потребность, чтобы не было очень голодно, так скажем. Потом мой любимчик, вообще фаворит, это вот по-немецки называется Дзенгайст, то есть, ну, у вас, вы его как-то, Зен производите. Да, да, вот это, значит, для поддержания желудочно-кишечного тракта смесь. Есть специальные там и мята, там вообще много всего, всё, что обычные, то, что как травы используют для поддержания нашего желудка, кишечника. Но масла, они, конечно, более интенсивны. И, конечно, трав ты можешь там пить тону, а одно масло, оно более эффективное. То есть, одна капелька, она уже сразу действует, сразу попадает в клетку. Но мы это уже будем, ещё будем говорить. Да, об этом будем ещё больше говорить. Вот, и то, что меня спасло, потом уже на УГЭ, это вот это зендокрин, да, как его называют, зендокрин. То есть, это тоже очень важное масло, которое, в общем, это то, что у меня постоянно на УГЭ стояло, и до этого, в период подготовки, стояло вот у меня на кухне, на столе, как мои, скажем, основные, основное оружие, так сказать. Ну, я полностью с этим списком согласна, и даже, наверное, нечего не добавить, не убавить, потому что, действительно, цитрусовые масла – это щелачивание организма, а мы знаем, что закисленный организм – это как раз организм готовой к интоксикации, и наоборот. Организм, в котором среда более щелочная – это такой более нейтральный организм, более здоровый, менее расположенный к интоксикации. То есть это цитрусовые масла – и лимон, и грейпфрут, и дикие апельсины, и ещё ряд масел. Обязательно дайджест-зен или зен-гест, да, там как по-европейски, потому что это работа со всем желудочно-кишечным трактом, а поскольку интоксикация, она как раз и связана с желудочно-кишечным трактом, то дайджест-зен, пищеварительная смесь, она как раз как подушка безопасности работает. То есть она профилактирует именно вот эти интоксикационные состояния с помощью того, что успокаивает все наши органы, связанные с пищеварением, приводит их в более-менее нейтральное состояние. И, конечно же, это слим-сессия. Об этой чудесной смеси невозможно молчать, потому что это метаболик, это на флаконе так и написано, метаболик-бленд, да, то есть метаболическая смесь, которая отвечает за нормализацию обмена веществ. Что такое обмен веществ? Вот, собственно, потому и происходит интоксикация, что обмен веществ нарушен, да, нарушен, что мы не можем, не умеем выводить своевременно отходы. А метаболическая смесь, она как раз отвечает за то, чтобы научить организм выводить, да, выводить. Я ещё хочу сказать про состав, очень-очень короткий. Да-да-да, обязательно. Состав вот слим-сессии, да, чем вот он примечательный, как раз то, что мы с тобой назвали. То есть туда входит, я вот тебе выписала, грейпфрут, лимон, имбирь, мята и цинт, вот это корица, по-моему, да, корица по-русски. Вот, то есть цитрусовое основное, да, и мята, которая вот тоже, она, как скажем, освежает, во-первых, да, то есть она тебе даёт какой-то вот прилив бодрости, и она тоже смягчает, тоже вот она спазмы снимает. То есть всё, что мы, собственно, ну то, что я уже как отдельные масла назвала, да, оно всё в этом, в этой всей специи. Тогда заодно перечисли, что входит в состав пищеварительной смеси. Да-да, сейчас я себе выписала. Туда входит имбирь, я просто по-немецки, поэтому немножко буду задумываться, имбирь, фенхель, кориандр, мята, эстрагон и тимьян. То есть тимьян – это по-русски. Да, тимьян, так и есть тимьян. Так и называется. Это вот мой любимчик дзенгест, то есть или дзенгест. Ну да, пищеварительная смесь, будем так называть её. Да, это как раз вот те самые масла, масла, специи. Да, специи. И на самом деле можно как бы просто даже, я, например, его дзенгест иногда даже в салаты добавляла, тоже такой очень интересный получается эффект. Но это на любителя. Я ещё экспериментировала, то есть мне потом было интересно. Но это уже мы отходим от темы. Ну это да, тема кулинарии у нас будет ещё в нашем сериале присутствовать, поэтому сегодня мы говорим, в общем-то, об интоксикации. Ну и, конечно, кульминационное масло, которое ты поначалу не полюбила, но без которого невозможно обойтись для профилактики интоксикации, это, конечно же, зиндокрин. Зиндокрин, да? Я его не полюбила. Ты его не полюбила, я и говорю. Я его не полюбила, но на самом деле без него невозможно обойтись, потому что это печень. Зиндокрин – это защита печени. Это масла, которые работают именно в направлении печени. А поскольку печень является нашим главным фильтрующим органом, то есть это просто, ну, как сказать, это токсичная бомба. Именно, да, она может давать эти самые выбросы, от которых нас шнит, рвёт и болит голова. Поэтому зиндокрин прикрывает печень, помогает ей справляться со своими функциями, и мягко мы выходим вот из этой ситуации. Таким образом, да, мы сейчас разобрали… Я могу назвать, кстати, что туда входит зиндокрин. Да, конечно, обязательно. Значит, самое главное, почему я не любила зиндокрин, это герань, потому что у неё такой специфический запах. Я тебе хочу сказать, когда я его начала уже принимать, то оно пошло вообще совсем, то есть я вот не знаю… А потому что организм не дурак, организм не дурак. Он понял, что ему нужно, и он принял это. Герань, мандарин, кориандр, розмарин и можжевельник. Вот это основные. Ну, то есть тоже, опять же, вот эти специи, да, то, что обычно добавляется, вот, только ещё мандарин и герань добавляются. Я вот даже сейчас предвижу вопрос, который могут зрители задать или написать в комментариях. Они скажут, о, ну так если, значит, если здесь присутствуют такие эфирные масла, как специи, травки, там розмарин, почему бы не взять и не заварить себе специи, да, не заварить себе травки? Я спешу сказать нашим зрителям, что одна капля эфирного масла равна 28 чашкам какого-либо травяного настоя. Да, это нереально выпить 28 чашек, но это абсолютно реально принять одну каплю какой-то смесь, да, или масла и получить терапевтический эффект. Да, да, согласна. Ну, мы довольно хорошо разобрали период подготовки, из которого, ну, из нашего разговора уже, я думаю, теперь зрители поняли, что подготовка по питанию, подготовка с эфирными маслами – это очень важные вещи. Плюс здесь ещё важна подготовка с адсорбентами, но мы не будем сейчас подробно их разбирать, просто нужно понимать эту вещь, что существуют определённые адсорбенты, такие как каолин, ещё какие-то вещи, да, такие нейтральные минералы, которые тоже помогают нам готовиться к условному гладанию качественно. Но сейчас мы переходим к главному вопросу. А что же делать, если интоксикация всё-таки накрыла? Ну, прежде чем я передам слово Полине, которая расскажет, что делать, я бы хотела обратиться к нашим зрителям с просьбой, огромной просьбой. Теперь, когда вы понимаете, что интоксикация – это очень страшная штука, и что выбраться из неё очень тяжело, если она накрыла по полной программе, ваша задача, если вы самостоятельно занимаетесь условным гладанием, ваша задача – научиться распознавать первые признаки интоксикации, но не доводить эти признаки до апогея, потому что когда интоксикация в апогее, из неё выйти практически невозможно, потому что просто не будет сил на это, чтобы что-то предпринимать. Поэтому, как только вы уловили нарастающую тяжесть за голове, возможно, небольшой озноб, похолодение конечностей, вы должны уже насторожиться и быть на чеку, и понимать, что, кажется, это наступает интоксикация. И вот теперь самый главный вопрос – что делать? Что делать сразу, пока у вас есть силы, пока вы ещё не слегли? Что делать? Какие меры мы принимаем на условном гладании, чтобы купировать начинающийся приступ интоксикации? Твои действия, Полина? Ну, я, например, у меня как панацея, опять же, по марве огоня, но у меня была всегда, если любое недомогание, я уходила в голод, и, соответственно, я делала клизмы. То есть клизмы – это вообще основная панацея, что нужно делать, и оно, собственно, основное средство. Если ты что-то можешь добавить, что можешь добавить, потому что я вот, например, адсорбентами не пользовалась, честно говоря, хотя ты советуешь, но у меня был просто свой опыт, и у нас в Германии тоже я как-то не нашла вот эту глину, поэтому я это не использовала. Вот, поэтому для меня был самый простой – это клизмы. То есть я делала очередные клизмы, которые делаются на голодании, но и внеочередные, которые, собственно, меня вот и спасали. Вот, это основное. Что касается масел, то, конечно, опять же, те, которые мы уже перечислили, то есть лимон, потом какие-то, может быть, смеси, ну, дзенгельт вот этот тоже в любом случае, и меня спасал еще мята. То есть вот когда наступала интоксикация, да, то есть головная боль, дикая, я просто вот мазала себе виски, вот, и я мазала здесь тоже на шее, но еще, кстати, против головной боли мне очень помогал деблю. Вот не знаю, почему. Деблю, да, потому что это вообще вот эти вот головные боли, как я заметила, как правило, происходят какие-то спазмы вот именно мышечные вот здесь, и это самое лучшее средство, для меня было самое лучшее средство против вообще любых головных болей. Особенно сейчас появился этот стикл Датеры, который, ну, я тоже тебе рассказывала, вот, скопайбы. Скопайбы – это вообще удивительная вещь. Да, да, точно. Вот. И буквально там ничего не пачкаешь, ты просто наносишь крестом таким, то есть по шее и вот вдоль плеч, и головная боль уходила даже вот у меня на... Когда вот я тебе рассказывала про корону, да, вот просто были дикие головные боли, дикая интоксикация была, вирус был какой-то очень мощный, и это мне вот очень хорошо помогло. Мята, деблю – это, ну, то есть клизма первым делом, а из масел – это, конечно, деблю и цингесты, и что я еще назвала? Мята, мята. Да. И я еще хочу добавить, что когда интоксикация наступила, то очень часто это многократные позывы на рвоту и тошнота, и в таком состоянии бывает затруднительно, ну, я знаю, это просто по сообщениям людей, в таком состоянии бывает довольно трудно принять какое-то масло внутрь. Оно может либо само по себе вызвать рвотный рефлекс, либо просто оно там не удержится, и вы его с рвотными массами, оно покинет. Хотя, в принципе, эфирное масло очень быстро проникает в кровь. Но, чтобы не провоцировать себя на дополнительный приступ рвоты, мы можем заменять прием внутрь эфирного масла, мы можем заменять его наружным способом или ингаляционным. Даже тот же Дайджест Дзен мы можем капать в пупок и растаскивать это масло массажным движением по часовой стрелке и по животу. Тот же Зендокрин мы можем наносить в разведении с базовым маслом на проекцию печени. Тот же Слимсесси мы можем просто его нюхать. И Дайджест Дзен можно тоже ингаляционно. И так касается любого масла, потому что мы знаем, что эфирные масла настолько летучие, настолько быстрые, что они проникают в организм, в клетку при любом методе использования, как при внутреннем, так при наружном и при ингаляционном. Итак, клизма – это инструмент номер один. Это панацея. Это панацея, да. И слава Марве Аганен, что она так усердно её протаскивала. И как бы ни было там, да, трудно, как бы это неприятно и не хочется, и холодно, и что-то. Но если мы не делаем клизму с наступлением интоксикации, мы заранее обрекаем себя на поражение. Вот. Номер два – это, конечно же, обильное питьё, промывание себя оксинов. И номер три – обязательной программой у нас выступают эфирные масла, как внутрь, так наружно и ингаляционно. И это ещё одна составная часть нашей программы на марафоне, который мы с Полиной ведём. И это учить людей, как правильно применять эфирные масла во время интоксикации, чтобы быстренько с ней расправиться и не довести себя до плачевного состояния. Итак, сегодня мы разобрали очень важную глобальную тему интоксикации во время условного голодания. Но я хочу сказать, что тема интоксикации – это не только то, что связано с условным голоданием. Эта тема может возникать в любой жизненной ситуации и при вирусном заболевании, и при каких-то стрессовых ситуациях может быть подобная картина. Да и вплоть до банального отравления какими-то несвежими, некачественными продукциями. То есть состояние интоксикации может накрыть человека в любой момент его жизни, и к ней всегда нужно быть готовым и вовремя принять меры. А меры будут все те же, ровно те же самые, о которых мы сегодня проговорили. И в заключении я бы хотела пожелать тем людям, которые пускаются в самостоятельное плавание, в очищение организма под свою собственную ответственность. Я бы хотела вам пожелать не попадать в состояние интоксикации, тщательно готовиться к такому мероприятию, готовиться информационно, психологически, эмоционально, физиологически, материально, всяко-разно. Но уж если вы столкнетесь все-таки с симптомами этого коварного состояния, то, пожалуйста, примите во внимание вот все те пожелания, которые мы сегодня с Полиной, о которых говорили, и примите вовремя все необходимые меры. Но те, кто хочет действовать под контролем, грамотно, комфортно, делать все правильно, под руководством меня и Полины, как эксперта по эфирным маслам во время условного голодания, я приглашаю вас присоединяться к нашему марафону. Новый поток марафона стартует 16 января, поэтому у вас еще есть время присоединиться, и, пожалуйста, переходите по первой ссылке, которую вы видите сразу под этим видео, внизу в описании есть ссылка на страничку презентации нашего с Полиной проекта, где вы можете посмотреть подробнее об условиях участия в этом проекте, и на этой же страничке вы можете перейти к регистрации, и мы вас примем с растертыми объятиями, будем очень рады помочь вам в таком непростом деле, как очищение организма и избавление от физиологических проблем, как с хроническими заболеваниями, так и с лишним весом, и другими, которые тянутся за этими основными. Итак, первая ссылка внизу под видео, это ссылка на регистрацию в наш проект, старт 16 января, успейте присоединиться вовремя, чтобы начать свою работу вместе с группой. Ну, а если у вас есть желание поработать индивидуально, то для этого нужно просто написать в личку Полине или мне, можно через ту же ссылку обратиться, и тогда мы обговорим для вас особые условия, как вам сделать своё очищение организма, но не в групповом формате, а в индивидуальном. Потому что есть разные люди, у всех разные взгляды на подобные оздоровительные мероприятия. Мы готовы идти навстречу всем пожеланиям. Полина, спасибо огромное за твой опыт, который раскрылся ещё с одной стороны сегодня, со стороны профилактики интоксикации. Я очень надеюсь, что мы были полезны, и мы надолго не прощаемся. Впереди у нас новый выпуск, новая интересная тема. И до новых встреч, наши дорогие зрители. Всем здоровья! Спасибо. 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 Спасибо.